Хэй-хэй-хэй! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Hellplay, и мы с вами сегодня продолжаем играть в прекрасную игру под названием To The Moon. Борозить пространство и время с целью осуществить мечту старого умирающего человека, но при этом узнавая интересные воспоминания из его жизни, трогательные, интересные воспоминания. Друзья, перед тем, как продолжить, давайте на счет три. Раз, два, три, бручай. Ммм, какой кипяток. И давайте без лишних слов загружаемся. Мы остановились прямо с вами перед крушением этого самого момента, для того, чтобы его активировать и перейти на следующий этап. Вперед! Подготовка. Так. Ага! Так, так, так. Если вот это, она же вот это перевернет, да? Так, если мы сделаем вот... Так, за три хода идеал, но... Вообще, если мы сделаем вот так вот... А он еще вот это перевернет, да, это же... Ааа, смотрите. Так, подождите, если наискось, то получается вот это он уберет. Ага, вот это подставит. Так, хорошо. Потом мы применим вот эту. А, и потом вот эту. По-моему, все верно. Так, получается... Вроде бы да. А, получается вот так и вот так. Да, все. Сделали. А, да, давайте. Вперед. О, заметка. Маринованные оливки. Подождите, оставить. Хочу заметки посмотреть. Маринованные оливки. Любимая еда Джонни. Да, это мы уже знаем. Вперед. Активировать. Так, это где мы? Кафе какое-то. Опа. Смотрите, мы уже почти стали еще более юными. Так вы все-таки решились, да? Да, начнем строить через пару месяцев. Туговато, конечно, нам пришлось разделить платежи. Но, взяв кредит, мы справимся. Как замечательно дом вашей мечты в таком красивом месте. У вас тогда и свадьба была около того маяка, не так ли? Но дело не только в этом. Нас с этим место многое связывает. Ну, приятно слышать хорошие новости. Тем более, что сто лет уже вместе не собирались. Поздравляю за вас. Да, за нас. То есть, поздравляю, за вас. А он такой, да, за нас. Сейчас вернусь, пойду подышу воздухом. И я. Женские разговоры пошли. Понятно. Подышу воздухом. Схожу в уборную там. И так далее. Остались только мужики и оливки. Ну, друг, определенно, давно не виделись. Точно. Кто бы мог подумать, что будет так непросто встретиться. Ривер, все такая же молчаливая, да? Да нет. Вообще-то дома она довольно разговорчивая. Ну и еще с Изабель. Думаю, она просто не привыкла к тебе. Ха-ха. Получается, я здесь главный злодей, да? Ах да. Ты рассказывал, Ривер, про то, что тогда случилось? Да. И как она это восприняла? В целом, нормально. Но кое-что меня тревожит. С того случая она начала делать этих странных бумажных кроликов. Оригами? Да. Очень много. Ха, я тоже для дочки все время оригами складывал. Что не так-то? Это не одно и то же. Она вообще ничего не делает. Только кроликов складывает изо дня в день. У нас дома буквально... У нас дом буквально с забитыми доверху. Разве Изабель не говорила, что это характерная особенность состояния Ривер? Да, но в этот раз что-то тут не так. Когда я спрашиваю ее об этом, она не отвечает. Вместо этого она смотрит таким взглядом, как будто хочет чего-то от меня. И что самое странное, я тоже чувствую, будто что-то ей должен. Не пробовал спросить Изабель? Спрашивал. Она сказала, что поговорила с ней, но безрезультатно. Слушай, это, конечно, не мое дело, но я вот что тебе скажу. Я тебя со школы знаю, и знаю, что ты любишь накручивать мысли. Может быть, тебе все это просто кажется, и не нужно так себя изводить? Обычно, когда так говорят, дела и правда плохи. Но ты заранил во мне зерно сомнения. Может, ты и прав? Может, я всегда прав, Джон! Ого, какой-то случай. Погоди-ка, так он сам не знает, что это за кролики? Забудь об этих кроликах, у нас проблема посерьезнее. Это ограниченная область памяти, здесь нет момента. И партия может получиться, может получится вытянуть что-нибудь из него. Как? Предоставь это мне. Надо навести... навестить бармена. Так, давайте. Быстрее давай, не хочу здесь застрять. Интересная ситуация. С ограниченной зоной памяти, ну-ка. Пока нет, он пишет. Окей, пойдемте к бармену. Добрый день, хотите чего-нибудь? Привет, давай, пожалуйста, банку маринованных оливок. Дайте, вернее. Ок, наличная или кредитка. Чек. Эм, простите, чеки не принимаем. Ок, ну тогда запиши на мой счет. А, секунду, у вас что, денег нет совсем? Ты так сильно напрашиваешься на сброс. Добрый день, хотите чего-нибудь? Привет, дай, пожалуйста, банку маринованных оливок. Ок, наличная или кредитка. Запиши на мой счет, я сегодня гуляю по-крупному. О, спасибо, сэр. Ваши маринованные оливки. Спасибо, братуха, сегодня у тебя будут нереальные чаевые. Спасибо, сэр. Но ты и говнюкнил. Расслабься. Что я вижу, не баночка ли вы ринованных оливок у вас тут имеется? Да, вы и ценитель. Именно, вообще-то я сам только что взял свежую баночку. Не возражаетесь, если я присоединюсь? Нисколько, почему вам не взять стул? Опрокинем по баночке. О, да, звучит шикарно. Ева, отключи симулятор вкуса, быстро. Ох, Нил, что-то мне лень. Моя месть будет страшной. Вот так мы из... Вот так мы заимели наш первый тостер. Ха-ха-ха-ха. Ага, блин. Бэ. Вы в порядке? Да, я... Я просто смакую эти отменные оливки. Чудесные, правда? Да, не понимаю, как кто-то может считать их отвратительными. Не торопитесь, у нас еще две банки осталось. И я говорю, эй, ты не прав. И все меня поддержали. И вот знаешь, что еще не так с нашим обществом? Да, вообще-то оно у меня с собой. А что? Покажете? Ну, ладно. Вот. И... Пауза. Наконец-то, слава богу. Как оливки, Нил? Ой, заткнись уже. Готово, мы вытащили момента. Стой, не смей. Да не боись, все путем. Видишь? Все как по учебнику. Удар, Халка! Нил, серьезно? Я тут пытаюсь проникнуться, а ты мне весь настрой сбиваешь. Оно того стоит. Ха, нифига себе. Очень классный момент. Так. Так, ого. Тут так непонятно. Если... Да. Непонятно, что тут надо. А вот это черно недоступно. Так, окей. За сколько? За четыре, да, хода? Вот. А, вот тут вот нет. Блин, как плохо видно по бумаге на самом деле. Так, тогда нам придется сделать вот так, наверное. Я не знаю. Так. Так, это будет первый ход. Вот так вот. Если... Хопа. Я за пять знаю, как сделать. Ну ладно. Мы не будем тут в идеал играть. Поэтому... А, бля, я даже не знал, как за пять, оказывается, сделать. Стоп. Блин, как плохо видно. Окей. Пришлось идти долгим путем, но это не важно. Так, вперед. Активировать. Да. Прием далее. Маяк и... Это бумага. О, теперь он смытый, достаточно молод. Вместе со своей женой. Это случайно не время, не случайно не время, когда они поженились? Или это чуть после свадьбы? Вай, шайтан! Тебе не идут такие фразочки. Какая разница? Мы в 20 миллиардах нанометров над землей. Стоим над гребаным флагштоке. На гребаном флагштоке. Просто прыгай вниз. Здесь же ты не можешь пораниться. Ты издеваешься? Тут, блин, парашют нужен. Нельзя оставаться здесь. Нельзя слезть. Господи, ненавижу, когда так получается. Я клянусь, если бы... Ева, какого хрена? Слобак. Почему они забросили ее? Я думаю, она просто больше не нужна. Больше не нужна? Кораблям я имею в виду. Ну знаешь, сейчас... А, ну знаешь, сейчас везде стоит GPS и еще много чего. Послушай, Ривер. Это место для меня тоже много значит. И я тут подумал. У нас сейчас все довольно стабильно. Если мы будем откладывать деньги, через несколько лет мы сможем позволить себе построить здесь дом. Это будет тяжело, но я бы... Мы сможем смотреть на нее из окна. Утром, ночью мы всегда будем рядом. И мы сможем прийти сюда в любой момент. Она больше никогда не будет одна, Джон. Я смогу присматривать за ней каждый день. Да, мы сможем. Да, мы сможем. Вот и славно. Они это серьезно? Ты же помнишь, что потом произойдет, да? Все равно, что наблюдать крушение поезда. Концовка не так важна, как все эти моменты, ведущие к ней. Самое главное, что сейчас здесь они счастливы. Давай двигаться дальше. Окей. Боже, как трогательно. Просто невероятная игра, друзья. Так. Минутку. Они что, маяк Аней называли? Видимо так. Выходит, что Ивер отказалась от лечения ради маяка? Не слишком ли это? Я видела вещи и более странные за все время своей работы. Я тоже, но все равно никогда не смогу этого понять. В любом случае, нас это не касается. Она не наш клиент. Получена заметка, Аня. Заброшенный маяк на утесе. Боже, а музыка просто... Просто прекрасная. Так. Все, мы все получили. Теперь надо найти момента. А, вот он. Боже, просто офигенная игра. Так. Хорошо. Сколько тут дают? Пять. Раз. Раз. Тут закрасится, да? Блин. А, ну получается, что... Ладно. Давайте будем меньше думать. А, нет. Надо было подумать все-таки. Окей. Я, кстати говоря, не знаю, зачем надо здесь вообще... Ну, нужны эти ходы. Я к тому, что... Какое значение имеет, за какое количество ходов мы сделаем? Типа, как очки потом в конце? А, нельзя же на... По диагонали вот так вот сделать. Точно. Не там я составил? Ну, ладно. А, не там. Опять не ту диагональ выстроил. Надо отсюда диагональ выстроить. Че, поехали дальше. Ривер. Так, это мы... Ага. Это он уже достаточно молод. Так. Здесь мы ничего найти не можем. Никаких элементов. И здесь. Так вот, что это такое? Новые коробки с белой бумагой. Ого-го, я, кажется, знаю, к чему это. Да, к оригами. Старый рояль. Каким боком они смогли его наверх затащить? Кто знает, но по-любому для Тардис это было как два пальца об асфальт. Не думаю, она даже в дверь не пролезет. Хм, и правда. Ну вот и порешили. Двигать рояль и тот еще геморрой. Для кого бы то ни было. Можно было бы целую серию снять про то, как его запихивали. Хотела бы я эту серию посмотреть. Я тоже. Должна быть эпичной. Ха-ха-ха. Офигенный. Вот этот чувак с юмором просто офигенный. Ты сходила в парикмахерскую так рано с утра? Что ты там делаешь? Кроликов. Ты видел кролика, которого я оставила тебе? Да. Расскажи мне о нем. А? Опиши кролика. Эээ, он желтый. Что еще? Немного толстый. И? Ну, это просто бумажный кролик. Не знаю, что тут еще описывать. Ты странно себя ведешь, Ривер. Что-то не так? Ривер. Не знаю, как у тебя, но у меня какое-то дежавю наоборот. Думаю, я знаю, что у нее за синдром. Но даже учитывая его, это слишком странно. Думаешь, она? А ты? Может быть, кто знает. Ну, как ты уже сказала, она не наш клиент. Давай заниматься тем, за что нам платят. Много длинных прядей и рыжих волос. Так, фиолетовый. Скорее всего, это она последний момент. Вот когда она начала этим заниматься, да? Блин, печально. Так. А, вот. Теперь картинка вот настолько большая. Так, окей. Ага, он же до конца дает, да? Получается, лучше сделать вот так. Вперед, далее. Просто оказались в самом начале пути, где была наша машина. Блин, здесь по-любому можно взять синий. Почему он не берется? Очень странно. Или нет. Или здесь его не надо взять. Хорошо. Так, можно пойти наверх. Окей. Но такое ощущение, что там надо было его взять. Не пойму, почему он не взялся. Так, тут ничего. То есть мы идем к ним в дом сейчас опять. Чувствую, правда, возвращаться придется. Я что-то обходил там, но почему-то не дал мне. Синий. Да, вот зеленый. Да, синий мы пропустили. Я сейчас схожу туда, потому что все-таки он не брался. Вдруг что-нибудь нам все-таки там даст. Здесь должен быть дом, не так ли? Дом, который не должен был здесь стоять. Ну, нет, правда, почему невероятно высокие и опасные места привлекают людей? Акрофобия. То, чем Джонни и Ривер определенно не страдают. Ну-ка, пойдемте вниз. А, тут то же самое. А, нет, синенький вод. Все-таки там не надо было ничего искать. Маяк работает. Именно поэтому ты вот... Ты в тот день подошел ко мне? Да. А что сейчас? Я думаю, сейчас это уже часть истории. Послушай, это было очень давно. Это не слишком важно сейчас, но Изи сказала, что я должен рассказать правду. Я не должен был портить память о нашей первой встрече. Что это? Фудбэк? Ты можешь докинуть его до Ани. Не знаю, хочешь, чтобы я попробовал? А можешь? Ривер! С ума сошла, уйди оттуда! Да! Я думал, это воспоминание недалеко от последнего. Думаешь, они связаны? Возможно. Так, это момента. Все-таки зачем она постриглась? Мне нравятся длинные волосы. Окей. Поехали далее, друзья. Друзья. Просто офигенная история. У всех этих проявляется по-разному. У всех это проявляется по-разному, Джон. То, что у нас один и тот же синдром, не значит, что у нас одинаковые головы. Но ты же можешь чем-то помочь? Поначалу все было нормально, но теперь она замкнулась в себе еще сильнее. Даже когда мы в одной комнате, она все равно где-то там. Это начинает сказываться на мне. Я уже не знаю, как жить дальше. Ну, не скажу за нее, но многим из нас тяжело общаться. Правда, общение с жестами, это совсем другое. То, что ей трудно выражать свои чувства, отнюдь не значит, что у нее их нет. Она еще там, да? Иногда тебе нужно просто верить, что ей не все равно. Это очень трудно изо дня в день. Я знаю. Стой, Изи, но ты-то вроде нормальная, нет? То есть у тебя разве не то же самое? Во-первых, мне поставили диагноз еще в юности. Если захотеть, то нет ничего невозможного в том, чтобы внешне соблюдать общепринятые нормы. Но знаете, мне жаль Ривер. Но с другой стороны, я ей завидую. Я... я актриса. Я играю всю свою жизнь. Но только на сцене. Не только на сцене, но и вне ее. Практически каждую секунду. И я достигла в этом успеха, потому что у меня не было другого выбора. Для меня это единственная возможность быть нормальной. А Ривер, она не такая. Она осталась изгоем и отказалась учиться не быть им. Не знаю, был ли у нее выбор или нет, но из храбрости это или из трусости. Бывают дни, когда я просто не могу дальше притворяться. И тогда я понимаю, что уже слишком поздно. Та Изабель, которую все знают, всегда наведуя настоящая. А настоящая я уже давно стала чужой. А настоящая я уже давно стала чужой. Ну, видимо, да. Наверное, в конце концов, я просто завидую ей. Хм, никогда не встречал женщину с таким диагнозом. Ну, фактически ты и не встретил. Это не наше дело, пойдем. Офигеть, а что это за синдром такой? Мир был намного лучше, если бы люди лучше вспоминали лица. Что-нибудь новенькое сегодня? Нет. Что перечитываешь? Новое платье короля. Я в детстве любил эту книгу. До сих пор любишь, да? Конечно. Только теперь за другое. Я когда был маленьким, любил книги про аниморфов. Знаю. Твоя мама подарила тебе книгу про них на свадьбу. Хех. Да, это был самый странный свадебный подарок. Похоже, в детстве я был прямо-таки одержимыми. А почему так и не читал их с тех пор? А? Я видела их. Собирают пыль в гараже. Ну, я просто вырос из них, наверное. В смысле, это же детские книги. А что плохого в чтении детских книг? Они успокаивают. Наверное. Думаю, я как-нибудь возьмусь за них. Хм. Это еще не все. Нам еще надо фиолетовый и зеленый. А, вот. Ты одна и я один. Давай, что ли, переспим. Эй! Ривер, а звучит интересно. Ривер? Забавно. А как же Дэвид? Он мой любимый персонаж. Эээ, не знаю. О чем это вы? А вы не Морфов. Не читали? Нет. Да. Правда? Типа того. Ха-ха. А в какое животное Дэвид превращается на обложки? Ответь по-английски. Эм. А... А я знаю об этом. Так, давайте в свинью. Пиг. Не похоже на правду. Не волнуйтесь. Сейчас я выясню. А, так, надо узнать, да? В какое животное он превращается. Так, понятно. Тобиас Ястреб. Рэйчел Медведица. Джейк Тигр. Марка Горилла. Дэвид Кобра. Кэсси Волчица. А что? А там про Джейка спрашивали? Да так, интересно стало. Мог бы просто загуглить. Там Джейка спрашивали? Я не... А, Дэвид, блядь. Так, стоп. В Си. Так, окей, Дэвид. Сейчас. Кобра! О, боже. Точно, в Кобру! Жаль, что они не оставили старые обложки вместо этих листов. Они были клёвые. Что ж, вперёд. А Мэмэн-то где? Может быть, стоит как-нибудь их перечитать? Я уже практически забыл про что там вообще. Так, вот ещё тут что-то. Стоп. А вот, вот он, да. Нашёл. Так. Так. Так, видимо, я уже сделала что-то не так. Ладно. А, хотя нет. Ну да, на один я больше сделал ходов. Отлично. Так, заметка. Стоп. Заметки. А-а-а. Аниморфы. Любимая книга детства у Джонни. Опа. Мы юны теперь совсем. О, все уже уходят. А я тут только пришёл. С тобой такое часто бывает? Ой, оставь свои подколки детские. Друзья, вот здесь мы с вами и остановимся на этой прекрасной истории. Мы уже прошли половину игры, наверное, да, где-то? Сейчас скажу. Да, мы уже с вами прошли половину игры. И, надеюсь, дальше будет истор... Ой, прям не могу. Я, знаете, такое ощущение, что я буду плакать в конце. Потому что я ощущаю, как понарастает... Нарастает вся тревога. Вот эта вот печаль. Я чувствую, как она... В конце будет что-то, что я прям... Разрыдаюсь. Вот, друзья, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзьяшки. Вступайте в группу ВКонтакте и в группу в Стиме. С вами был Сергей Хелье. Всего вам хорошего. Берегите своих близких, не болейте и так далее. Так что, не говоря, не забывайте про наш канал Твич. Там проходят прямые трансляции. И про плагины и автоматические уведомления. Всем счастья, удачи и здоровья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok